Господин Алиев, нам очень приятно было послушать те изменения, трансформационные изменения, которые происходят в вашем университете. Эти изменения носят, видимо, сквозной характер и других университет это происходит. Я дальше хочу нашему партнеру предоставить слово из Ташкента и попросить, чтобы он высказал свое мнение относительно тех рисков, которые сегодня стоят перед системой образования Узбекистана, чтобы мы вместе с вами могли найти на них ответы. Я предоставляю слово Музафару Мухаддиновичу Жалалову, ректору университета ИНХА в Ташкенте. Пожалуйста. Ассалам алейкум. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Во-первых, хотел бы поблагодарить за приглашение. Для нас это большая честь участвовать на данном Ноблифест мероприятии. У нас ситуация немножко иная. У нас действительно, если вот так посмотреть, за последние годы спрос на университеты, спрос со стороны молодежи, она растет. Наоборот, идет увеличение количества университетов. Например, если пять лет назад, если сказать, что охват был всего 9% молодежи вузами, это больше получается каждый десятый, грубо говоря, абитуриент мог поступить. Соответственно, сейчас этот охват увеличился почти до 30%, 20-80 точнее. То есть за пять лет количество университетов выросло на два с половиной раза. То есть это 68 университетов было, а сейчас 137. А с другой стороны, то, что вы ставите вопрос утечка мозгов со стороны, то, что молодежь, она уезжает, вы знаете, есть правительство поддерживает решение. Это открытие больше иностранных филиалов, как университет ИНХ в Ташкенте. Он является международным, негосударственным. Он филиал корейского, южнокорейского университета ИНХ, который расположен в Корее. И наши выпускники в основном получают дипломы именно корейские. То есть им нет смысла ехать в Корею, тем более сейчас границы, как вы сказали, закрыты во время пандемии. То есть у нас, наоборот, в Узбекистане, как я сказал, ситуация немножко другая. И следующий момент, это, конечно, нужно отметить именно интерес молодежи. Она тоже растет, они видят, что быстро хотят каких-то достижений. Им 4 года учиться, это слишком долго и дорого. Сейчас очень много онлайн-платформ. Это без разницы, не обязательно по IT. Мы видим, какие есть иностранные, например, тоже самые курсеры американские, или юдасити, или российский скиллбокс. То есть видим, что молодежи, они могут, не выходя из дома, получать то же самое международное знание. Если раньше были проблемы именно с, например, переездом в другие страны, то есть это было действительно престижно. Но сейчас уже видим, что молодежь, она больше акцентируется на то, чтобы получить знания, ежели чем диплом. Это следующий момент. Следующий я хотел также отметить по поводу интеграции с промышленностью, с корпорациями. То есть студенты, молодежь сейчас, она очень инновационная, можно сказать. То есть это больше студенты, им очень хочется реализовать свои проекты, свои идеи. Очень амбициозно, получают везде информацию. Если раньше были проблемы с доступом информации, сейчас нет такой проблемы. Через интернет можно все получить практически. И, соответственно, при университете сейчас идет такой темп, создаются совместно с IT-парком, создаются инновационные центры, инкубационные центры, которые непосредственно поощряют стартап идеи студентов. Это без разницы, не обязательно по IT, а то же самое по медицине, образованию, сельское хозяйство. Это следующий момент, который я хотел бы отметить. То же самое создаются такие центры при университетах. Со стороны президента была принята концепция до 30-го года превратить Ужбекистан в образовательный хаб. Для этого, соответственно, открываются все новые университеты. Раньше мы даже не могли говорить о частных университетах, не государственных университетах. Сейчас их становится больше. Если Инха, это был первый корейский университет, то сейчас их стало пять. То есть не только в Ташкенте, но и в Ферганской долине можно увидеть, например. Идут американские вузы. То есть сейчас уже рынок идет, и была поставлена цель, этот охват поднять до 50% в течение трех лет еще. То есть дальше уже пойдет только упор на качество. И следующий момент, это очень немаловажно. Это больше, конечно, государство, если раньше не обращало не так больше внимания на международные и частные университеты, то сейчас нам тоже выделяются гранты, грантовые места. Со стороны государства очень большая поддержка именно в выделении земли или здания. То есть в этом плане сейчас идет очень такая действительно темп, который нам помогает очень сильно. И молодежь это тоже чувствует. Открывается все больше, например, если пандемия не могли выходить из дома, то они удаленно могут учиться и работать. И в их районах, то есть если студенты это региональные, то им не обязательно ехать в Ташкент. В их регионах, областях, районах открываются инновационные центры, IT-центры, где студенты имеют бесплатный доступ в интернет, к знаниям, компьютерам, например, потому что не все семьи имеют компьютеры, это надо признать. И, соответственно, молодежь тоже понимает, что здесь создается больше условий. А по поводу утечков мозгов, можно сказать, что действительно, вот коллеги отметили, о условиях, которые создают вузы. У нас тоже есть такие условия для студентов, например, faculty fostering program, то есть это больше мы берем студентов, которые самых отличников, и предлагаем им такие быстрые курсы прохождения совместно и магистратуру, и докторантуру, например, в Корее в течение трех лет. И, соответственно, мы их сами отбираем и направляем. То есть это второй момент. Третье – это для преподавателей достойная зарплата. Это очень важный момент. То есть мы, конечно, платим на уровне Республики Кореи. Это нужно сказать, я думаю, потому что это то, что мы можем говорить. И у нас очень большая конкуренция и как и для поступления в университет, и как и для того, чтобы работать в нашем университете. То есть это следующий момент. И, конечно, хотел бы еще отметить, что даже если мы сейчас построим еще 100 университетов вообще в Узбекистане или других странах, мы все равно не сможем охватить молодежь, и смысла нет вообще. Потому что мы видим, что многие дисциплины, почему вот вы сказали, 60% работают не по своей профессии. И, соответственно, если мы тоже не будем быстро меняться, трансформироваться, просто в УЗы традиционно они могут вымрыть, как динозавры. То есть не будет такого смысла, вообще не останешься вообще престижа тоже поступить в УЗы. Соответственно, нам тоже нужно трансформироваться. Например, из четырехгодистой программы на трехгодистую программу, например. То, что сейчас очень быстро, это тоже делается. И открывать MBA, например, магистратой программы не два года, а один год, например. И то же самое продолжить на производстве дальше. Ну, в целом тенденция идет. Вот недавно прошли очень успешно выборы. И дальше вот этот курс будет, он направлен на первую очередь, как президент говорит, это вопрос образования, начиная от дошкольного образования. У нас есть министерство целое, которое занимается дошкольным образованием. Дальше школьное и в УЗы. И, соответственно, вот эту цепочку сделать вплоть до того, чтобы специалист дальше он мог работать по своей профессии. Ну, вкратце это все. Спасибо, Музафар. Очень интересно было вас послушать. И мы, пользуясь случаем, хотим поздравить президента, господина Мерзиёева с успешным избранием на президентский пост. И надеемся, что и уверены даже в том, что вот эти позитивные трансформационные перемены, о которых вы говорили, дальше продолжатся. Оно даст свой мультипликативный эффект и на соседей, мы соседи, братские страны. Поэтому есть чему у нас у друг друга учиться. Ну и главный, наверное, месседж, который вы сказали, это вопрос трансформации. Если университеты не будут трансформироваться, это относится не просто к университетам целым, но и персонально, к ректорам, то они тоже вымрут, как динозавры. Это в самом деле так. И в этой связи надо принимать нестандартные, нелинейные решения для того, чтобы студенты чувствовали, что те знания, которые даются в университете, они являются уникальными. Они должны понимать, что эти знания являются передовыми. И они должны быть уверены в том, что они...